всем привет продолжаем рассматривать шаблоны функции и сегодня рассмотрим шаблоны функции и такое понятие как специализация вот из частичная специализация и и полная специализация то есть тот такой здесь уже подготовил примеры которые будут на гитхабе понятное дело ну и плюс ко всему этому по частичной специализации шаблонных функций уже часть блога есть вот ну давайте приступим первое есть у меня пример 1 примере 1 что у нас есть у нас есть шаблонная функция которая работает с неким типом с аргументами вот в этом случае это уже параметры с параметрами с двумя параметрами определенного типа и здесь происходит проверка больше или меньше объект и короче возвращается объект выбирается максимальный из двух и возвращается максимально ну и давайте сразу же приступим к делу да рассмотрим это на примере сейчас долго собирается весь про весь 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 все проекты вот вот ну и вот использование да то есть мы вызываем вот функцию макс и определяем максимальный из двух целочисленных значений двух дабл значений тут вещественных а вот и тмп равно 2 дтмп равно вот один . но в целом функция работает она работает хорошо для наших этих типов вот то есть в этом случае функция одна общая для вообще всевозможных типов ну и к примеру получилось так что приходится передавать в эту функцию указателе на чар вот то есть и сижном стиле строки и вот я для примера объявил 4 этих строки и тмп это то что как бы максимальный объект возвращается да и смотрите первый случай Передаю строку А и Б, то есть в данном случае АА, АБ. Что у нас будет в ТМП? В ТМП будет АБ. Хорошо, передаю теперь в обратном порядке. Сначала передаю АБ, а потом АА. Раз, и у нас АБ. Вот, то есть в данном случае у нас, у нас, у нас, ну в данном, в данном случае у нас в любом случае получается возвращается А, да? Давайте сделаем вот так вот, БА. Ну на самом деле вот здесь, к примеру, давайте я ничего не буду делать, а вот поэкспериментируйте. В данном случае у нас общая функция. В этом примере у нас передаются указатели. Вот. И, я думаю, вы здесь уже понимаете, что для C-шной строки, строки в стиле C, нужно... Давайте вот так вот изменим. Нужно обрабатывать строку, то есть чуть-чуть по другому алгоритму. Не вот по такому простому. Потому что в данном случае можно предположить, что будет сгенерена функция, которая будет возвращать указатель на чар и принимать точно так же указатель на чар и здесь указатель на чар. И в данном случае будут сравниваться два указателя. Но никак не их не содержимое. Вот. Соответственно, это является уже специализацией. То есть есть общая шаблонная функция, которая подходит для большинства типов. Вот. Но не подходит для каких-то конкретных типов. В данном случае для строки. Вот. Но в данном случае вроде как бы даже работает корректно. Странно. Это странно. Ну, продолжим. Вот. Соответственно. Какая проблема? В том, что нам может не подходить общий алгоритм для всех типов. Мы можем создать полную специализацию. То есть специализировать эту функцию. Это означает, мы можем указать для каких конкретно типов. Вот. То есть, другими словами, мы можем перехватить управление с какими-то конкретными типами. И в данном случае, к примеру, как выглядит эта специализация. Мы пишем template. В этих треугольных скобках пусто. Дальше пишем уже. То есть, как видите, у нас уже нету вот таких вот неких типов. У нас есть конкретный тип. Вот он. Char указатель. Max. И вот здесь тоже Char звездочка. Вот здесь Char. То есть, мы здесь конкретно указали какой тип. Но имя функции совпадает. Тип, возвращаемый, есть, есть. Как бы можно сказать, тоже совпадает. То вот это называется полной специализацией. То есть, мы полностью указали, для какого конкретного типа мы делаем обработку. Соответственно, вот здесь мы уже можем, вот здесь уже, вот здесь уже, можем применять какие-то уже свои алгоритмы. Вот, заходит у нас A, B. И вот здесь мы можем там посимвольно это все разбирать и определять, какая же из строк больше. Вот. То есть, это называется специализация. В этом случае полной специализацией. Есть еще такая штука, как частичная специализация. Ну, вот здесь я сделал такой примерчик. Для того, чтобы вы просто знали, как можно описать шаблонную функцию. И передать туда массив. Массив неизвестного типа, который будет определен на этапе компиляции. То есть, массив в C-шном стиле. Это не рекомендуется, конечно же. Не рекомендуется вот это делать, потому что в языке C++ есть свои строки. Класс стринг, стельный. Но, но все бывает. Поэтому, смотрим пример второй. Точнее, это не второй пример, но частичная специализация. Что такое частичная? Частичная, вот в данном случае эту функцию можно, можно назвать частичной специализацией. Здесь есть некий тип. И с тем же здесь есть конкретный тип. То есть, как бы два параметра. Вот. Или два аргумента шаблона. То есть, это некий тип будет известен на этапе. Компиляция. А второй, это конкретное целочисленное, какое-то конкретное целочисленное значение. Вот. И это функция сортировки. Это пузырьковая сортировка. Принимает, то есть, вот эта запись указывает, что мы принимаем массив некого типа размерностью N. То есть, это такой способ работы шаблонных функций с C-шными массивами. Вот у нас массив в стиле C. То есть, вот мы указали, что это массив. И вот сразу его проинициализировали. Соответственно, на этапе компиляции его размер уже будет известен. И будет сгенерена функция. То есть, после вот этого будет генериться функция sort. В которой конкретно будет подставлен. Будет void, sort. Тут будет int. a, уже без вот этой вот ерунды. И в скобочках будет подставлен размер. В данном случае 4. Вот. То есть, это вот такой способ для работы с C-шными массивами. Вот. Соответственно, здесь тоже привязки к типу нет. Здесь единственная привязка, что для этого типа, некого типа, должен быть вот такой вот оператор. Больше. Вот. И тогда будет происходить сортировка. Если же для какого-то типа этой операции нету, это может быть какая-то структура, то вам компилятор при попытке сгенерить обязательно об этом скажет, что нету оператора больше. И вы его можете определить, и все у вас будет хорошо. И пузырьковая сортировка будет работать для всех типов. Точнее, для массивов всех типов. То есть, для C-шных массивов. А вот. Ну, 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 ну. И давайте, давайте запустим и проверим работу. Теперь посмотрим на массив и ArrayA. Вот он. 4, 3, 2, 1. Запускаем. Запускаем. 1, 2, 3, 4. Все отлично. Ну, и опять-таки, для сортировки строк. Это способ может быть недопустимый. Давайте C-шный массив посмотрим. 13, 12, 11, 10. 13, 12, 11, 10. Все как было, так и осталось. А вот. Точно так же, как и для вот такого массива. 211, вот. Как вы видите, он не отсортирован. Почему он не отсортирован? А только потому, что это у нас отдельный способ сортировки. Так как это указатель на строку. В C-шном стиле. Соответственно, вот мы можем сделать вот так вот и указать для какого, ну, конкретный тип массива, для которого нам нужно выполнять сортировку. Ну, в данном случае я просто меняю местами первый и второй элемент. Вот и все. Давайте запустим еще раз. Вот. И посмотрим на эти строки. То есть здесь 13 должно поменяться с 12. Поменялось. И вот здесь должно это поменяться. Поменялось. Ну, и на закуску, к примеру, вот мы объявили массив в C-шном стиле, но уже используем классы C++. И какая же функция для этого будет вызвана? Нажимаем F11. Опа. И вызвалась наша общая шаблонная функция. Ну, а для строк, для STL-ного стринга, то есть стандартной строки класса string оператор, больше или меньше он есть. Соответственно, ошибок компиляции нет. И в данном случае, где тут стр, как она, стр, аррей, да? Вот, в данном случае было 2100, получили 100 2000. Вот. И поэтому все хорошо. Вот. Поэтому полная специализация. Это вот делается вот так вот, и когда вообще нету ничего нету. А нету вот неизвестности. В данном случае это неизвестность. Это некий тип. Вот здесь же вот этого некого типа нет. Это полная специализация. А это частично, когда есть некий тип, а есть конкретный тип. Вот. Обязательно посмотрите еще блог. Там у меня немного другие примеры. Вот. Тут одни примеры, там другие. Поэтому, я думаю, будет понятно. Так, я это закомментирую для того, чтобы в... То есть, ссылка на этот код на гитхабе будет. Вот. Дальше. Теперь смотрите. Давайте еще рассмотрим по-быстрому другие примеры, которые я подготовил. Пример 2. То есть, namespace 2. Что у нас здесь? В данном случае, вот, к примеру, ну, некоторые нюансы. Какие могут быть нюансы? Ну, вот. Смотрим. Шаблон для функции F. И ее реализация. Некая функция F. Вот общий шаблон. Допускается перегрузка функций. По аналогии с перегрузками для обычных функций. То есть, аналогия. Возвращаемый тип совпадает? Совпадает. Имя совпадает? Совпадает. А вот количество параметров не совпадает. Соответственно, это называется перегрузкой. То есть, шаблоны функции тоже можно перегружать. Вот. Это тоже шаблон для функции F с указателем в качестве параметра. То есть, это тоже называется перегрузкой. Тип, имя совпадают, но единственное, тип параметра не совпадает. А вот. Дальше. Это полная специализация для шаблона. То есть, как вы видите во всех примерах, тип возвращаемый и название функций совпадают. Единственное вот различие, что вот здесь перегрузки идут, а вот здесь полная специализация. Ну, это, если вы скачаете это все, у вас будет всегда наглядный пример. Всегда его можно открыть и вспомнить, какие-то освежить свою память. Вот полная специализация для конкретного типа int. И, помимо всего прочего, есть еще функция, обычная функция, которая обрабатывает аргументы типа double. И эта функция имеет тип void и имя f, которое тоже совпадает со всеми этими. И никаких конфликтов при сборке не будет. Соответственно, будут вызваны все эти функции по очереди. То есть, компилятор будет выбирать наиболее подходящую функцию. В данном случае, вот здесь f. Он смотрит, что такое d. d это у нас double. Соответственно, наиболее подходящая функция, которая максимально соответствует требованиям, это вот эта функция, в которой конкретно, это не шаблонная, это уже готовая, ее генерить не нужно. Соответственно, компилятор выберет ее. Если же ее не было бы, то компилятор, скорее всего, выбрал бы вот эту функцию. Потому что она подходила бы лучше всех. Если бы у нас была бы, ну это вы поэкспериментируете, вот такая функция. Так, то, скорее всего, компилятор выбрал бы вот эту функцию, а не вот эту. Потому что здесь она, как бы, эффективнее. Здесь передается значение по адресу, а не по значению. Вот, ну, это вам как домашнее задание. То есть, поэкспериментируйте, пишите t, пишите t ссылка, пишите t звездочка. И повызывайте разные функции, посмотрите, что будет. Ну вот, к примеру, при вызове вот этого мы передаем указатель. Соответственно, наиболее подходящим кандидатом будет вот эта функция. Если же мы опишем void f int звездочка, то я думаю, понятно, какая функция будет вызвана. Вот, соответственно, запустил это, то мы вот увидим 1, 2, 3, 4, 5. То есть, это вот вызов всех вот этих функций по очереди. Ну, я думаю, разберете. Дальше, смотрим, пример 3. Что в примере 3? Тоже базовый шаблон есть. Дальше, перегрузка предыдущего шаблона. И есть явная полная специализация. Здесь мы указываем, что нам нужно. Ну, мы перехватываем, так сказать, тип, вот такой указатель на int. Ну, давайте запустим. В данном случае, казалось бы, все очевидно. Будет вызвана вот эта явная полная специализация. И что мы видим на экране? Так, это предыдущий запуск. Где у нас? Вот, 3. Мы видим 3. Все отлично. Теперь, давайте, закомментируем 3 и раскомментируем пример 4. Что у нас в примере 4? У нас в примере 4 все то же самое, то есть в данном случае они одинаковы, но у нас изменен порядок. Сначала у нас описана явная специализация, а только потом перегрузка. То есть, смотрите, вот здесь у нас сначала перегрузка базового шаблона, а потом явная специализация. Здесь же сначала явная специализация, а потом перегрузка. И в этой перегрузке 3, то есть в предыдущем примере в явной специализации 3, ну тут не буду я ничего писать уже, чтобы не отнимать время. Вот, но в данном случае у нас уже вызовется не вот эта функция, как в предыдущем примере, а вот вот эта перегрузка. Так, это пример 4, давайте я запущу, чтобы убедиться в этом. Как видите, 3 тоже вызвалось. И что тут происходит? Дело в том, что еще зависит порядок, в том порядок объявлений этих функций. В данном случае перегрузка, вот эта перегрузка полностью игнорирует специализацию. Это, таки, один из тех подводных камней, которые есть при использовании шаблонных функций, шаблонных классов. Поэтому нужно быть очень аккуратным. И не допускать, стараться не допускать таких вещей, чтобы не получить неожиданное поведение. Вот, и это могут быть и не только новички, но и профессионалы наткнуться на такие вещи и не понимать, почему оно так работает. Потому что в том же стандарте некоторые вещи по шаблонам описаны очень туманно. Вот, не совсем там иногда ясно. Может быть и ясно, если прочитать полностью весь стандарт от корки до корки, и где-то будет что-то упоминаться. Но таких людей не так уж не много, которые прочитали стандарт от корки до корки. Ну, кроме тех, которые его писали. Да ладно, это уже философия. Так вот, в данном случае у нас порядок объявлений, определений этих функций очень даже сильно и влияет. Вот, поэтому здесь нужно быть очень аккуратным. И есть такая штука, как безопасное кодирование. Есть всякие стандарты, там Secure Coding, ORG, MISRA 2008, MISRA 2012. Вот, и в них это такой статический анализ кода. И в MISRA точно есть, где тоже есть правила, которые анализируют порядок объявлений и определений этих функций. И если порядок объявлений отличается с порядком определений, то статический анализатор кода ругается на это, предупреждая, что поведение может быть неявным. Может быть, когда-то я и начну какой-то раздел по безопасному такому программированию, где вот будем рассматривать всякие вот такие вот правила международных вот таких вот стандартов. Вот, но в данном случае, как вы видите, поведение не очевидно. Поэтому, но такие вещи обычно могут быть, когда создаются библиотеки. При обычном программировании лучше всего этого избегать, и можно все эти задачи решить, не используя вот эти явные и специализации, либо перегрузки. А вот, общее правило, смотрите, создать функцию, просто функцию для конкретного типа, не создавать специализацию. То есть, а не писать специализацию, если дело можно решить перегрузкой, то есть обычной перегрузкой. И в данном случае, в начале эта функция стоит, давайте запустим. Видим 0 на экране. Либо же мы ее опустим в конец. Давайте еще раз запустим. Вывод будет точно таким же. То есть, компилятор всегда будет предпочитать вот эту функцию, вместо того, чтобы генерить для нее собственную. Поэтому, если вам нужно работать с каким-то конкретным типом, ну, к примеру, так уже повелось, уже вы работаете с шаблонными функциями или классами, то лучше... Как вы видите, вот есть полная специализация. Компилятор игнорирует эту полную специализацию и выбирает обычную функцию. Вот, поэтому, вместо специализации, если можно решить перегрузкой, пишите вот такую функцию. Можете ее назвать перегруженной функцией. Не шаблонной. Вот, это вот таких из подводных камней, и нужно обязательно помнить. Запомните просто всегда, что порядок может влиять на поведение. Если вы это просто запомните, то, даже не разобравшись в каких-то нюансах, а почему так, можно долго разбираться, так и не доразобраться. Вот, если вы просто помните, что есть подводный камень в использовании порядка определения шаблонных функций и их специализации, вы помните, есть какие-то подводные камни, то сразу же, блин, а можно эту проблему вот сейчас решить обычной функцией, указав конкретный тип. Если можно, все, куча проблем отпала. Пишите свою функцию вот такую, и нет проблем. Вот, поэтому все, постарался максимально быстро пробежаться по этому. Следующая тема по шаблонам, это будут уже шаблонные классы. И, ну, просто шаблонные классы. Вот. Ну, а дальше уже там можно будет разбирать STL-овские алгоритмы, которые все основаны на шаблонах. А вот этих алгоритмов много, и много из них полезных, а много очень полезных. Поэтому все, читайте еще блог. В блоге есть хорошее дополнение, текстовое и чуть-чуть другие примеры. Поэтому все, обязательно подписываемся, делимся и ждем новых видео. Все, всем спасибо за внимание, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok